В этом году в программу соревнований впервые включены компетенции для юниоров. Так, школьникам в возрасте 14-16 лет предоставлена возможность попробовать свои силы в конкурсном отборе по трем направлениям – электромонтаж, графический дизайн, предпринимательство. В Десногорском колледже школьники пробуют свои силы в электромонтаже. Задание разработано с Союзом, именно с возможностями для школьников. Задание – они используют материалы, это кабель-несущая система, пластиковые короба различных размеров. Работают они с использованием средств защиты. Ребята справляются все на ура, на отлично, у них всё получается, все молодцы. В соревновании принимали участие три команды по два человека. Это ученики девятых классов из третьей и четвёртой школ Десногорска, а также Дома детского творчества. Для ребят участие в первенстве подобного уровня и масштаба – отличная возможность профориентации и освоения современных технологий. Работа для них, это, конечно, непривычная, но дети стараются, командой работают, учатся. И, в принципе, получают первоначальные профессиональные навыки по электромонтажу, что в будущем, надеюсь, их определит, ориентирует на выбор профессии. Молодые кадры, они всегда нужны, тем более квалифицированные специалисты, они всегда в цене, их сложно сейчас найти. Соответственно, данные мероприятия, как бы так, привлекают со школы ещё, да, детям уже дисциплину и какие-то навыки работы. То есть, нам, как непосредственно работателям, было интересно принимать таких молодых людей, которые что-то уже умеют. Программа соревнований включает в себя и масштабную работу по профориентации среди школьников, учащихся пятых-одиннадцатых классов. Вместе с педагогами смогли не только посетить площадку, где соревнуются их сверстники, но и принять участие в мастер-классах. Для наших школьников это вызывает интерес к профессии, после чего они все интересуются буквально, посмотрите, если они везде, возле каждого стола, возле каждого нашего студента, всем интересуются. Это даёт тем, что они узнают о профессиях, которые мы готовим. Мне понравилась профессия технолог воды. Я думаю, это более интересно, чем там повар, электромеханик, потому что в школе мы в основном делаем опыты, всякие уравнения, и мне это более интересно. Кроме того, в колледже работала дискуссионная диалоговая площадка, в которой приняли участие педагоги Десногорска, представители предприятий и администрации города. То, что мы сегодня наших детей настраиваем на, в первую очередь, профессиональную подготовку, рабочие специальности, поможет как и нашим предприятиям, то есть находящимся на территории нашего города, так и в целом промышленности нашей Смоленской области, ну и, соответственно, Российской Федерации. Участники круглого стола обсудили вопросы подготовки специалистов по различным моделям обучения с использованием методики WorldSkills. Кроме того, как отметила руководитель Десногорского энергетического колледжа Наталья Черных, четверо десногорских студентов принимают участие в испытаниях в Смоленске по трём компетенциям. Это сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей и электромонтаж. Победители соревнований войдут в сборную области для участия в конкурсном отборе на финале 4-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia, который пройдёт в августе в Южно-Сахалинске.